итак давайте произведем установку локального сервера на наш компьютер в скаченном вами архиве вы увидите вот такие три версии программы open server и давайте установим вот эту последнюю ultimate полный пакет давайте установим ее на компьютер кликаем два раза мышкой запустить всплывает окно и вы должны указать путь куда вы хотите установить программу сразу хочу сказать при распаковке программы программа будет весить где-то около 3 гигабайт поэтому учитывайте ваше место на жестких дисках если на c диске места мало можно поставить на любой другой диск без проблем я выбираю компьютер диск г и у меня здесь есть папочка сервер и нажимаю ok и устанавливаем как обычную программу и ждем процесса завершения установки и так программа почти установилась теперь давайте перейдем в ту директорию куда вы установили программу заходим директорию значит открываем open server и у нас есть два файла вот exe который нужно запустить но прежде чем запустить один из этих ярлыков вы должны знать скольки битные у вас система windows как это сделать переходите в левый нижний угол вашего рабочего стола и кликайте по значку windows пуск в всплывающем окне вы выбираете панель управления появляется вот такое окно вот здесь убедитесь что у вас выставлена категория потом кликаем по системой безопасность система и вот здесь вы видите тип системы 64 разрядный у меня поэтому я и буду запускать вот этот вот ярлык запускаем правой кнопкой мыши и выпадающем списке мы кликаем запустить от имени администратора всплывает окно мы выбираем русский язык смотрите всплывает такое окно запуск на этом компьютере впервые установите дополнительные по давайте установим сразу предупрежу вот эта установка дополнительного по занимает достаточно длительное время поэтому набираемся терпения я ставлю на паузу и увидимся с вами после завершения установки после установки дополнительного по у вас должно всплыть вот такое окно закройте все приложения и перезагрузите вашу систему давайте сделаем это после перезагрузки компьютера вы заходите в ту папку где у вас находится установочный пакет и открываете правой кнопкой мыши кликаем запустить от имени администратора и в правом нижнем углу в трей у вас появится вот такой флажок и то есть наш сервер правой кнопкой по нему кликаем из списке наверху нажимаем запустить у вас может возникнуть вот такая вот ошибка в это окно закрываете и у нас тут две ситуации я использую на компьютере защиту антивирус конспирский интернет security неважно какую защиту вы используете скорее всего она блокирует наш сервер нам нужно внести эту программу в исключение и нам нужно немножко настроить наш веб-сервер кликаем по нему мышкой и заходим в настройки основные настройки вот здесь у вас галочки нет требовать учетную запись администратора обязательно включаем ее дальше кликаем по кнопке меню вот здесь если галочки нет открывать веб-страницы в указанном браузере то есть когда мы будем с вами делать сайт это все дело мы будем просматривать в браузере как реальный сайт и тем браузером которым вы привыкли пользоваться по умолчанию вот здесь вот вы его находите идете на диск c программ файлс я пользуюсь оперой вы ищете ваш браузер через который вы пользуетесь находите файл у меня это лаунчер .exe и открыть дальше заходим кодировка вот здесь у вас скорее все будет стоять не задано вы выбираете кодировка утф 8 и сохранить потом закрыть дальше вы нажимаете правой кнопкой или левой неважно и нажимаете выход то есть мы сейчас закрыли наш сервер дальше если вы используете программу skype skype может использовать тот же порт что и open сервер и и из-за этого может быть конфликт соединения сейчас я skype включаю сейчас я вам покажу что нужно настроить скайпе скайпе вы переходите настройки настройки дополнительно и соединение вкладка и вот здесь если стоит галочка использовать порты 80 да вы снимаете ее сохранить и skype нужно будет перезагрузить то есть вот вот здесь вот в трей просто правой кнопкой и выход из skype потом skype включаете и все нормально но самое главное давайте пройдемся по касперскому и внесем изменения у меня касперский 2015 у вас возможно другая версия и другой продукт лаборатории касперского или возможно у вас какой-нибудь доктор веб или еще какой-то антивирус вам придется там найти настройку где программы добавляется в исключение так я покажу как добавлять в исключение своей программе антивируса касперского заходим вот здесь в настройки защита контроль программ кликаем управление программами на ссылку и ищем в списке вот здесь вот в списке названий программ наш open server или же воспользуемся поиском и внесем здесь название программы open server итак вот она у нас видите open server и и значок зеленый такой кликаем два раза по нему переходим исключение на вкладку и ставим галочки не проверять открываемые файлы в общем вот здесь все галочки ставим и сохранить дальше закрываем это окно принципе мы программы уже добавили с вами она должна включиться закрываем тут касперского заходим в нашу папку где у нас лежит open server два раза кликаем в трейпу вы появляет у нас флажок кликаем по флажку и самый верхний пункт мы кликаем запустить и ждем процесса запуска если у вас вот так вот сплывет окошко сервер успешно запущен и флажок горелит зеленым значит все хорошо наш сервер теперь работает на этом мы с вами остановимся и увидимся в следующем уроке